Всем привет, ребятишки, это Тимоха и Личкинг. Я сейчас делаю гайд на Пала и вы пойдёте ТСГ. И вправду, третий гайд по макросам на ВОТЛК. И на этот раз это будет Холли Пал в дополнение к Воину и Дикею. А также макросы на Ретрика. Потому что в целом они мало чем отличаются. И лучше их совместить в одном видео. Макросы скопировать или скачать можно в нашем Дискорд канале. Ссылка в описании. Приступим сначала к макросам на все спейки. Фиры, Петов, ДК и Лока. Первый макрос мы используем в основном для фиров, всех Петов вообще. Ну то есть против Лока чаще всего, против ДК чаще всего будет фираться ВОТЛАК этим макросам. Второй макрос конкретно на фир Гаргульи. Потому что если на арене есть ВОТЛАК и Гаргульи живые, то этот макрос фирнёт скорее всего именно ВОТЛАК. Собственно макрос выбирает в цель Гулю, фирает её и возвращает таргет обратно на место. Вполне удобно. Далее идёт диспелл по Гуле. То же самое работает точно так же, как и макрос на фир. Играя с Локом можно в принципе вписать такой же диспелл, только аренопет заменить на пати пет. Это будет выглядеть примерно вот так вот. Если вы играете 2 на 2, то этот макрос по идее должен диспелить пета вашего союзника. Я конечно его не тестил, но писаться он должен примерно вот так вот. Так как я двойку с Локоми не играл, поэтому я макроса подобные не писал. Только на Гаргулью. Но так же этим макросом можно диспелить в рудолака вашего ДК. Так что задумайтесь над тем, чтобы добавить его тоже в вашу коллекцию. Саппорт способностей на тиммейтов. Что ж, здесь довольно много способностей. Есть 2 варианта. Вы можете сделать либо с модификаторами, например, без мода. Допустим у меня вспышка света, флешка. На E. На Shift-E. Папати 1. Если вы играете 2 на 2. Если вы играете еще 3 на 3, то будет пати 2. То есть 2 цели в вашем пати. И на Ctrl-E вспышка света по второй цели. Можно конечно написать и по отдельности. Флешку на пати 1 и флешку на себя без макроса. Но подобные макросы существенно освобождают место на вашей панели. Таким образом у вас вместится все больше и больше макросов и кнопок на панель. Аналогичные макросы на Шок Небес. Фридум. Диспел. Это очень важные кнопки, поэтому на них я рекомендую писать такие макросы. Особенно на Фридум и Диспел. Ну и на флешечку конечно же. Омовение можно использовать, можно не обязательно. Это скорее для тех паладинов, которые собираются серьезно играть арену. Потому что омовение, допустим вы играете против Шапыроги. И вам нужно снять яд с себя или с вашего напарника. Но вам не нужно снимать палец. Потому что если вы снимите палец, то ваш тиммейт может умереть от получения большого количества урона. Омовение снимет только яд. Потому что оно не снимает магические эффекты. Таким образом вы можете тоже добавить его в вашу коллекцию. Также макрос на священный щит. Ну и на сакру у меня только на пати 1. На боб у меня тоже на пати 1. Потому что я в основном за паладина играл двойку. Но если вы будете играть в тройку, возможно вам пригодится все-таки на пати 2. Макросы на контроль. Что ж, есть 2. Ну то есть немного макросов, 2 вида. Это молот правосудия по фокусу. Он же ходж. И репитанс по фокусу. Для двойки в принципе это плюс-минус комфортно. По крайней мере, когда вы играете за ретри паладина. Но если вы играете за холли паладина, я бы вам посоветовал сделать ходж по арене таргетам. Приведу пример. Я играю в арпале и выхожу против шатра. У меня в фокусе допустим маг, чтобы лучше видеть, что он кастует, какие на нем бафы и так далее. Под венами он без вен. А в таргете у меня мой воин. Чтобы его диспелить, хилить и так далее, но видеть, что на нем висит. Получается, если у меня ходж по фокусу, то ходж я смогу дать только магу. Если я поставлю фокус на шп, то я буду видеть хуже, что маг делает. Какие на нем бафы они будут видеть, с какой скоростью он кастует шип, когда он кастует шип. Ну то есть у меня так интерфейс еще настроен. Поэтому ходж по арене таргету гораздо более удобно в этой ситуации. Можно захаджировать и мага, чтобы сбить ему шип. Если вдруг не будет другого выхода, чтобы убежать от него. Также дать ходж и шп, не меняя при этом фокус. Ну и множество других подобных ситуаций, где ходж по арене таргетам будет полезным. Плюшки для хапала. Что ж, на самом деле здесь макросов почти что нету. Я долго думал, что можно такого полезного вписать. Но частица света на себя и на пати 1, допустим. Отмена плейи, святой клятвы, чтобы хилить больше. Или чтобы магу не отдать ее. Потому что бывает, что вы не выхиливаете. Нужно снять святую клятву, а мышкой кликать. Ну, конечно можно, но можно и промахнуться, и времени займет больше. Поэтому все-таки лучше иметь макрос. Какие же макросы можно писать на бафы, чтобы себя бафить? Я на самом деле не пишу. Но если в принципе вы держите в таргете тиммейта, и вам нужно быстро ребафнуться, не меняя таргет, то такой макрос будет вполне полезным. Ну и конечно же это свап оружия на, допустим, пве оружие плюс пве щит, чтобы больше хилить. Или если вас свитчивает, обратно свитчите на пвп оружие и пвп щит, чтобы было больше устойчивости. Плюшки для рапала. Что ж, здесь, к счастью, макросов у нас немножко побольше. Сейчас пойдут конкретно макросы на ретро паладина. На самом деле здесь, я бы сказал, ничего супер необычного нету. Но есть некоторые полезные или удобные плюшки. Начнем с этого макроса. Старт атак у нас списан во многих атаках, хотя я бы не сказал, что это прям сильно играет какую-то роль и имеет значение, но все-таки немножко ДПСа может прибавить. В конце лаура на проклятие хаоса это когда у вас есть шадоуморн. И если вы играете конкретно с ДЦ, к примеру, приведу пример, вы играете с ДЦ, вы выходите против другого ДД хила, вы стакаете печать, то есть бой у вас долгий, длинный, не брустовый, не взрывной. В таком случае, допустим, вы стакаете печатку по вару, проклятие хаоса это прок на 270 силы, когда у вас ШМ взрывается. Вы отменяете этот прок, у вас снова начинают накапливаться стаки, и у ретро паладина стаки накапливаются довольно-таки быстро, если он туннелит с печаткой. Таким образом, взрыв ШМ снова происходит и будет больше дэмэджа. Но если у вас взрывные бои, вы играете там ДК, ретрик и так далее, то просто удаляйте эту строчку и вообще забудьте про неё. Далее есть также вариант джаги, красная джага, допустим, без мода, жёлтая джага через shift, ну и синяя джага, если с маной всё плохо, через контр. Мода можно убрать, поменять по вашему желанию. Из интересных макросов я ещё отмечу отмену фрагмента души. Если вы даёте репитанс за ретро паладина кому-то, опять же, это тоже с ШМ связано, и у вас копятся осколки, то зачастую, если противник близко, то стоит нажать макрос, чтобы отменить осколки и случайно не сбить свой же саб взрывом своего же ШМа. Я уже предвижу комментарии китайца, почему бы не написать канцелауру на фрагмент души в репитанс. Я отвечу, потому что противник далеко не всегда будет близко стоять к вам, и тогда вы потеряете ДПС, если просто так отмените. Но на WTLK Classic, конечно, этот макрос понадобится ещё не скоро. Также здесь я придумал макрос, который я нигде не видел, но он такой довольно банальный, но всё же экономит одну кнопку. В венги я вписал отмену бопа и бабла, так как нельзя нажать в бабле венги, кривья. Но иногда нужно отменить бабл, чтобы дамажить, потому что в бабле мы дамажим 50% меньше. То нажав на венги мы отменяем бабл и спокойно дальше дамажим. Таким образом у нас не будет одного лишнего бинда. Из возможных макросов можно также сделать макрос на печатку. Вписать сюда печать праведности, света, мщения, чего угодно, любую печать. Таким образом вы сможете сэкономить у себя на панели ещё парочку слотов. Ну и из полезного я могу ещё отметить подобный макрос, который надевает сразу у вас одну ручку и щит, дающий максимально много реза. Щит взят не на СПД, а именно на 120 реза. Это билд на деф, и сразу нажимается здесь флешка. Таким образом в одной кнопке, если в вас играют, например вар, у вас поркнула флешка, вы стоите с двуручкой, нажимаете на макрос и сразу переходите в деф и нажимается флешка. Для удобства можно даже было вписать вот так вот, чтобы флешка нажалась только по вам. Потому что если вы переходите в деф с щитом на рез, очевидно, что в этот момент бьют вас. То есть сделать отдельный бинд конкретно под деф, деф себя. Ну и конечно же свапы оружия, двуручная, одноручка на СПД плюс щит и так далее. Это уже последняя банальная строчка, чтобы напомнить вам, что такие макросы тоже нужны. В принципе на этом по макросам всё, больше ничего здесь такого интересного нету. Я постарался взять самые полезные и интересные макросы, которые имеют смысл. В этом гайде собраны макросы МАИ, Ормана и Токана. И некоторые из них немного улучшены. Таким образом я стараюсь преподносить вам максимально качественный контент. Как вы видите, ничего сверхъестественного в этих макросах нет. У паладина основная задача это саппортить, а кнопки на дэмодж в целом можно спокойно нажимать и без макросов. Ставьте лайк и пишите в комментариях, какой класс вы хотели бы видеть в следующем. У меня есть предложение. Как насчёт ШП плюс ДЦ в одном видео? Подумайте об этом. Спасибо за просмотр. До встречи в следующем ролике.